Сейчас с нами на связи Денис Попович, украинский военный обозреватель. Денис, здравствуйте, рад вам в эфире «Фридом». Доброе утро. Добавлю заявление от Генштаба Вооруженных Сил Украины. Там говорят, что российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, поэтому понесли потери в живой силе оружия и техники, в частности, подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии, 22-м армейском корпусе российской оккупационной войске и стравмированные погибшие и пропавшие без вести. Затопленные полевые склады с боеприпасами, провизией, также потеряна автомобильная и бронетанковая техника. В принципе, спустя уже несколько дней, когда более-менее становится понятна ситуация на левом берегу в контексте военной составляющей, как вы бы оценили то, как были готовы сами российские оккупанты к последствиям своих действий? Рассчитывали ли они на, наверное, такой эффект, исходя из потерь в 17-й десантно-штурмовой и 22-м армейском корпусе? Ну, поступок подрыв Каховской ГЭС совершенно бессмысленный, то есть моделировать катастрофу невозможно. Я не понимаю, на что они рассчитывали, хотя примерно понимаю, то есть пытаясь там свою логику привинтить к их действиям, зачем это нужно было им, ну, приищая свою логику к чужим действиям, тем более действия не несут смысл, и они являются преступными, крайне сложное и крайне неблагодарное занятие. Безусловно, заметно, что те войска, которые находились на левом берегу Днепра, на оккупированной части Херсонской области не были готовы к какому развитию событий. Волна, которая образовалась после подрыва дамбоков Каховской ГЭС, смыла эти позиции, то есть полностью уничтожила все укрепления, которые были там сооружены за прошедшие месяцы, смыла боеприпасы. Мы помним кадры противотанков и противопехотных мин, которые подрывались на берегу, и мы помним панические крики российских солдат, что они там, значит, укрывались на деревьях и пытались спастись от волны. То есть было заметно, что те войска, которые находились на левом берегу Днепра, не были предупреждены о тех действиях, которые были связаны с подрывом Каховской ГЭС. Мы сейчас можем обратить внимание на карту боевых действий. Ее представляют эксперты группы Дипстейт, которая называется... Коллеги, давайте сейчас как раз покажем левобережье Херсонской области. Вот оно так выглядит сейчас, понятное дело, карта не обновлена, потому что неясно, какая ныне ситуация на временно неподконтрольных территориях Украины в контексте территориальном. Мы, как понимаем, есть опасности для Кинзбургской косы, есть, в принципе, опасность для этого полуострова, там, где Покровская находится, частично это Николаевская область также. Давайте сейчас обратим внимание, коллеги, увеличим территорию, там, где Олэшки, Олэшкивские пески, в том числе Голая пристань, возле Херсона. Как подобное действие влияет на целостность российско-оккупационных войск в контексте защиты? Просто если посмотреть на ситуацию, из ваших слов также, у тебя критически валится один из фронтов, благодаря твоим же действиям в том числе. Влияет ли это такое действие террористическое, собственно, на боеспособность российско-оккупационных войск на временно неподконтрольной территории Херсонской области, вот о том регионе, который сейчас показывают наши коллеги? Ну, здесь ответа однозначно быть не может. Да, часть войск понесли потери, которые находились непосредственно в зоне затопления, но мы сейчас видим, и есть официальное сообщение о том, что сейчас войска отведены дальше, то есть глубже и в обережье Херсонской области. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что сейчас Днепр разорвется и будет в этом районе гораздо шире, чем он был ранее. То есть, в частности, очевидно, будут залиты острова в Днепровских плавнях, где велись определенные действия со стороны вооруженных сил Украины. Мы помним, там были сведения о том, что плацдарм навели, проводились спецоперации на этих островах и так далее. То есть сейчас, очевидно, эти острова будут затоплены, останутся затоплены, русло существенно расширится, и Днепр станет куда более непреодолимой водной переградой на этом участке, чем он был ранее, до этого подрыва. То есть, соответственно, будем так говорить, преодолеть его, форсировать его будет гораздо сложнее. Это и без того было сложно, а сейчас будет еще сложнее, потому что водная гладь, как говорится, на ладони, там все плавсредства будут находиться. Поэтому, по всей видимости, российские войска получат возможность отвести часть сил и средств с этого направления и перебросить их на другие напряженные участки. Сейчас, в частности, в Запорожской области, вот мы знаем, сейчас как раз происходит оживление, скажем так, на линии фронта, и россияне получат возможность перебросить это покрепление как раз с левого берега Хиросовской области. Ситуация двоярка в этом отношении. Вот в контексте оживления, скажу это так, ведь в российских пабликах, телеграм-пабликах у журналистов особого назначения, так называемых военкоров российско-оккупационных войск, буквально еще перед взрывом Каховской ГЭС была истерика. Началось, вы видели эти сообщения, я думаю, в телеграммах условного Семена Пегова, Сладкова и многих других. Ваши коллеги, военные эксперты, украинские и западные, говорят о том, что вот эта истерика, в принципе, она и могла привести к неконтролируемому взрыву на Каховской ГЭС, что якобы увидев какое-то оживление со стороны вооруженных сил Украины, ну, эта истерика привела к такому террористическому акту. Вы согласны с такой связкой? Ну, я могу предположить, ну, предположить, ну, все, что угодно. По моему мнению, очевидно, российское командование увидело угрозу форсированной Днепра. По всей видимости, были заняты ряд островов, все-таки, в Днепровских плавнях. И они, очевидно, решили таким образом эту проблему решить, осуществив подрыв Каховской дамбы и излив эти острова водой. Мы об этом только что с вами общались. Я придерживаюсь такого мнения, что, очевидно, таким вот образом они хотели расширить водную преграду, не считаясь при этом совершенно ни с жизнями своих бойцов, ну, а на жизнь мирных жителей, которые сейчас, безусловно, страдают в топляевых районах, им еще более глубоко наплевать. Напомню нашим зрителям, что на временно неподконтрольной территории Украины, которую контролируют российско-оккупационные войска, есть еще десятки разных предприятий. К примеру, это горловский завод «Стирол», аммиачный, напомню нашим зрителям, несколько заводов на территории Луганской области, Алчевский медкомбинат и Коксахим. И складываются впечатления, исходя из великой российской военной традиции, что когда будет, простите за грубость, но поджимать время и ситуация для российских оккупантов, подрывы предприятий, которые будут унести угрозу экоцита, это будет одна из тактик, как вы считаете? Будет ли взрыв на, условно, горловском «Стироле» тактикой при отходе российско-оккупационных войск из региона? Ну, я не хочу фантазировать на этот счет и рисовать тут апокалипсис, что называется. Подобный вариант у них на столе. В частности, подрывы с ГЭС у них постоянно были на столе. Я приведу пример. Дамба в Кривом Роге на реке Энгулец в сентябре прошлого года была подвергнута ракетному обстрелу, и мы помним события, которые после этого произошли. То есть потопление части города. Сейчас мы видим Каховскую ГЭС. В зоне риска находится Запорожская эсперс. Это еще один туз в рукаве у них, который они будут держать и шантажировать до самого последнего момента и весь мир, и Украину в частности. Поэтому подобный вариант у них на столе. И очень не исключено, что они могут далее, скажем так, я мягко выражусь, далее шантажировать очень усиленно международное сообщество возможными, скажем так, инцидентами на этих предприятиях, на этих объектах. С целью предотвращения, как я правильно понимаю, украинских массированных контрнаступальных действий? В частности, и в этом смысле тоже. К сожалению, нет иного выхода, на мой взгляд, кроме решения этой проблемы военным путем. То есть изгнание оккупантов сейчас из Запорожской АЭС, по всей видимости, имеет только военный сценарий. Все дипломатические переговорные варианты, как видим, они, увы, оказались недействительными. Напомню нашим зрителям, что Женевская конвенция от 1949 года, если мне память не изменяет, 12 августа 1949 года, она в 56-й статье говорит и о защите установок сооружений, содержащих опасные силы. Коротко, с вашего позволения, процитирую эту статью. Установки сооружений, содержащие эти опасные силы, а именно плотины, дамбы, атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения, даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами. Если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил, в этом случае прямой воды, и последующие тяжелые потери среди гражданского населения. Своими действиями российские оккупанты как раз и нарушили 56-ю статью Женевской конвенции. Не впервые они нарушают, давайте говорить честно, Женевскую конвенцию. Но конкретно в этом плане, по вашему мнению, нарушение вот такое, и экоцит, произведенный российско-оккупационными войсками, цинично, наверное, скажу, но тем не менее, открывает для Украины ли новые возможности в контексте поставок другого вооружения? Ведь снова в 10-20 раз Украина, российские оккупанты, показывают, что другого выхода, как поставка Украине, условных уже атакмс, другого выхода попросту нет. Очень надеюсь, что реакция будет именно такой, потому что логика этой войны как раз и говорит о том, что подобного рода события трагические, к сожалению, и становились толчком для усиления военной поддержки Украины западными партнерами. Я перечисляю. Гуча, после этого последовали поставки артиллерии. Северодонецк, Лисичанск, огневой вал, после этого пошел Хаймерс. Атаки на энергетическую инфраструктуру зимние, после этого начали поставлять передовые средства ПВО и так далее. А сейчас мы видим Паховскую ГЭС. Среди отложенных, в общем-то, среди отложенных последствий, которые также можно отнести к нарушениям международных конвенций, а мы знаем, что они требуют от оккупантов на оккупированных территориях обеспечивать людям минимальные средства существования, частые доступы к воде и так далее. Я хочу сказать, что от Паховского водохранилища запитывались питьевой водой районной части Запорожской области. Токмак, Бердянск, они все запитывались непростой водой. Из Паховского водохранилища, которое в ближайшее время перестанет существовать по понятным причинам. То есть сейчас начнутся проблемы и там, с питьевой водой прежде всего. Я уже не говорю про релегацию, я уже не говорю про ирригационные каналы и земледелия, и фермерские хозяйства. Я уже говорю о доступе к обычной нормальной питьевой воде. То есть все это находится под ударом. К сожалению, из-за действия оккупантов на Паховской ГЭС. И продолжая тему реакции мира, собственно, ряд средств массовой информации Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, как по мне, начали немного смещать акценты. Наверное, самый известный случай, это, если мне память не изменяет, газета Бильд. И заголовки газеты Бильд довольно ярко разносили. Российские военкоры, журналисты меняли слова в самой статье. Сначала назвав вот этот акт террористический, сделанный руками российских оккупантов, потом же поменяв название статьи более нейтрально, что что-то произошло на Каховской ГЭС. По вашему мнению, вот почему? Во-первых, в ряде СМИ появляются такие неоднозначные месседжи со смещением акцентов. Более того, политики высокого ранга призывают к открытию комиссий о расследовании, что же произошло на самом деле на Каховской ГЭС. Вам не кажется, что это такое замыливание реальности и реальной ответственности российско-оккупационных войск? Это, безусловно, работа российской агентуры, распространение российских нарративов. К большому сожалению, частичным удалось это сделать. Вот те факты, о которых вы сейчас говорите, это лишнее тому свидетельство. Почему потом? Здесь не может быть однозначное толкование. Однозначно совершенно в подрыве Каховской дамбы виновны российские оккупанты. Почему? Потому что я все время изучал вопрос подобного рода. В контексте, если вы слышали, время от времени возникали слухи в мирное время, а что будет, если прорвет дамбу киевской ГЭС? Если вы помните, была распространялась паника, мне пришлось с этим вопросом заняться. Подобное гидротетическое сооружение такого уровня может быть уничтожено двумя способами. Первый способ – это удар непосредственно тактическим ядерным оружием, достаточно мощным зарядом для того, чтобы гарантированно уничтожить дамбу, прорвать ее, грубо говоря. И второй вариант – он как раз именно тот, что мы видели на Каховской ГЭС. То есть внутренний подрыв, который привел к одномоментному разрушению этого сооружения. Почему этот подрыв возник? Потому что дамба была заминирована. Кем она была заминирована? Она была заминирована российскими оккупантами, которые захватили ее и удерживают под контролем более чем год. И никто, кроме них, поскольку они удерживают дамбу ответственности за этот инцидент, за эту катастрофу, не несет. И другого варианта здесь не существует. То есть даже если применять какую-то логику, то есть пытаться как-то оправдать, объяснить, придумать разные версии, контролируемый подрыв, неконтролируемый подрыв, хотели подорвать мину, а получилось взорвалось все. Российская Федерация виновна в этом подрыве самим фактом того, что она вообще там присутствует. Все обстоятельства, которые привели к тому, что российские солдаты, оказались на Каховской ГЭС и контролируют этот объект, уже являются виной Российской Федерации в этом инциденте. И здесь двух мнений быть не может. В тексте международной реакции и как повлияет этот террористический акт на процессы переговорных, об этом говорил Сергей Кислица, это постпред Украины при ООН на заседании Совбеза, Организация Объединенных Наций, говорил, что подрыв Каховской плотины это ответ Кремля на призывы ряда стран к неким мирным переговорам с Россией. Кислица добавил своими действиями, Россия только подтвердила, что ничуть не заинтересована в деэскалации ситуации, либо вообще, собственно, в стойком мире. Далее короткая цитата, вернемся к обсуждению. Это террористический акт против объектов критической инфраструктуры Украины, цель которого максимальное количество жертв среди гражданского населения и максимальные разрушения. Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли. Россия более года контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелом физически невозможно. Ее заминировали российские оккупанты, и они ее взорвали. России придется компенсировать все последствия своего преступления для людей, инфраструктуры и окружающей среды. В контексте мирных переговоров, напомню, если что, нашим зрителям, что единственные мирные переговоры какие-либо могут вестись только на основе формулы мира, представленной именно Украиной, президентом Зеленским на G20 на Бали и на многих других площадках. Но мирные инициативы, они ведь возникали, спасибо, что вы вспомнили об этом случае, об этом городе Киевской области. И после бучи, и после фотографии девочек маленьких, 11-летних, завязанными руками, то есть и после вот таких актов геноцида украинского народа, где-то в Индонезии, где-то в Китае, где-то в Бразилии, и еще ряде стран, возникали а-ля мирные инициативы. И, наверное, я не совсем согласен с господином Кислицей, что подобных мирных инициатив попросту быть не может, и что Россия ставит на стоп. Как вы видите, вот ставит ли, скажем так, вот, не будет ли мирных инициатив умиротворения со стороны стран, имеющих нестабильную позицию, наверное, так, после случая на Каховской ГЭС? Ну, будет, будет, на самом деле. Есть магистральная линия, которая обозначена президентом Владимиром Зеленским, ее следует придерживаться, а различные мирные инициативы, они будут всегда. Любой военный конфликт, любой интенсивности, он всегда сопровождается мирными инициативами, различными предложениями, и переговоры по поводу мирного регулирования, они всегда велись. Давайте мы вспомним Первую мировую войну, Вторую мировую войну, так или иначе, несмотря на то, что шли активные боевые действия, возникали идеи по поводу тех или иных форматов мирного регулирования, точно так же это будет происходить сейчас. Больше того, я вам скажу, что те государства, которые сейчас предлагают посреднические услуги, там, предлагают какие-то варианты мирных инициатив, они преследуют здесь, в том числе, и собственные интересы, поскольку роль миротворца в этом конфликте, и если кому-то удастся ее пробить, она, безусловно, даст очень много плюсов в международный авторитет этого государства. Вот за это, в общем-то, как бы все они и борются. А тот факт, что они принимают, склоняются то ли к стороне российской, то ли к стороне, скажем так, проукраинской в большей степени, они селятся в том, какие именно взгляды придержатся те или иные государства. То есть мир инициативы будут даже после этого террористического. Еще раз и спасибо, что вы сделали на этом акцент. Мир, ничего об Украине без Украины. Эта формула должна быть, ну, скажем так, довольно сильно закреплена в головах тех людей, которые хотят придумать, а как же закончить полномасштабную войну России против Украины, без участия Украины. Спасибо вам огромное, рады вас были видеть в нашем эфире. Напомню, что Денис Попович был с нами на связи, военный обозреватель.